А сейчас обо всем поподробнее. Руководство к действию. Так воспринимает очередное послание президента страны народу Казахстана на предприятиях региона. О готовности повысить заработную плату своим сотрудникам в интервью нашему каналу заявил директор Товарищества с ограниченной ответственностью Зоовецнаб Владимир Притчин. И делать это будут не за счет сокращения штата. А как, расскажет Жан Сулут Астемирова. Товарищество Зоовецнаб обеспечивает вакцинами и ветеринарными препаратами сельхозпредприятий области и других регионов Казахстана. Продаем только проверенную продукцию, а то, что вызывает сомнения, сначала испытываем, рассказывает директор компании Владимир Притчин. Ведь от их товара зависит качество животноводческой продукции. Тем более, что в стране нацелены на увеличение экспорта мяса и молока. Такие задачи обозначил президент в своем новом послании. Будем и, ну что, какие-то тоже принимать ветеринарии, непосредственно, касающие развития животноводства, поднятия животноводства. Мы должны лечить животных, мы должны, прежде всего, проводить профилактику, чтобы не было никаких заболеваний, чтобы эпизодическая обстановка в области была благополучна. После послания президента наша компания будет просматривать увеличение заработной платы для работников. Сейчас среднее 90 тысяч тенге. За счет чего увеличат зарплату, пока не знают. Все будет зависеть от того, с какими итогами закроют текущий финансовый год. Возможно, будем экономить на коммунальных услугах, говорит Владимир Притчин. Кстати, этому вопросу президент уделил отдельное внимание в своем послании. Надо принять решительные меры по развитию конкуренции в экономике, наведению порядка в тарифах на услуги ЖКХ естественных монополий. В сфере коммунальных услуг, регулирования естественных монополий, тарифообразования и расходования собранных от потребителей средств до сих пор непрозрачны. Как раз такие опросы показывают, что в этом пункте народ очень волнуется. Теперь, чтобы разобраться в ситуации, у правительства три месяца. Мне то, что как житель села, житель сельской местности, жители города, импонировало то, что в отношении реорганизаций в ЖКХ. В самом деле, зачастую случаются необоснованные тарифные ставки, необоснованные изымания платы, повышение тарифной ставки. Вот он конкретно дал задание конкретизировать, более-менее обстоятельно посмотреть на эти цели. Взять этот вопрос под контроль Нурсултан Азарбаев поручил Акимам всех уровней, а монополистам напомнил о их инвестиционных обязательствах. Жан Сулут Астемирова, Адель Нуржанов, Новости МТРК.